Дамы и миссии, вы-презентанты Ассоциации Данциях Кондатом, bien sûr, и Ассоциации Патриотики, и, дамы и миссии, вы-презентанты Ассоциации Сибири, вы-самю, и Ассоциации Милитэр, они тоже, которые были в этом. Так, ребята, заканчиваются мои походы по мэриям. Наконец-то мы определены в школу. Не в ту, конечно, которую я хотела, но в тоже очень хорошую, в маленькую. Это очень для меня важно. Сейчас переключу камеру на море. Будете смотреть на море, чем на меня. Моречка, я вам уже показывала первая часть моего похождения по мэриям. И женщина попалась очень такая... Знаете, она прям не улыбается, когда с вами разговаривает. Но когда я сейчас первый раз пришла... Ой, во второй раз пришла. Первый раз мне показалось, что она очень такая, знаете, строгая. А сейчас она говорит, ну что, вы были, посмотрели школу? Я ответила, да, но она какая-то маленькая. Она говорит, так я вам поэтому ее и посоветовала, потому что я увидела, какая вы семья. Мы приходили с мужем. Интересно, рыбки нет? О, смотрите, какая здоровенная там плавает, если вам видно. Там очень мало детей. Все они из частных районов. То есть, ну, сами понимаете, контингент частного района и квартирного. Здесь, именно здесь, во Франции. И она говорит, ну, я же поэтому вам и посоветовала эту школу, потому что я увидела, какая у вас семья. Мне было очень приятно сейчас. Я вышла очень рада из мэрии. По средам не учатся дети. Я делала видео про школу и забыла об этом сказать. Но сейчас говорю, по средам дети не учатся во Франции. И существует такой центр Айре называется. И он существует не во всех школах. Так вот, в нашей школе, к сожалению, его нет. Она нам, опять же, посоветовала хорошую школу, потому что, ну, есть в той школе, в которую мы не хотели, есть центр Айре. Но туда мы также не хотим ни в среду ходить, никогда. И поэтому наши похождения на этом заканчиваются. Покажу вам 30-го, пойду в школу, сниму вам видео, все-таки, как выглядит школа начальная во Франции. И всем пока! До новых видео! Артем, это наша новая школа. Да, мы записались уже. Мы записались в нашу новую школу. Это такой двор. И сейчас идем посмотреть класс. Там дерево красивое, вот то. Да, там дерево красивое. Сейчас посмотрим. Давай, покажи нам класс. Так, здесь у нас туалеты. Здесь у нас умывальники. Можно попить воды, помыть ручки. Вадику надо помыть. А, еще? Вадик. Говорит. Артем, люди сразу живут. Интересно. Такая дурка там, наверное. Людей? Ну да. Так, идем, заходим. Так, это у нас начальная школа. Ну, здесь пока еще все убирается. Парты еще не все на месте стоят. Да, уже все на месте. Да? Там была учительница. Мы класс не стали снимать. Тут вот убирают. Вот мы здесь будем играть. Да, здесь вот всякое для игр. Здесь нам уже сказали, что не будет так, как в прошлой школе, что все дни будут играть в футбол. У них есть свободное время. Школа начинается с 8.30 до 4.30. Я уже говорила это в видео о школах. И здесь сказали... Ну, и у них есть, конечно, свободное время, когда у них кантин, когда они кушают, то у них есть там много-много свободного времени, когда они играют во дворе. Вот здесь я буду, наверное, играть в футбол. Да, и директриса сказала, что есть планинг. Это расписанное расписание. Да, вот оно дерево, которое Артему очень нравится. Смотрите, какое. Видите, как интересно. Ну, это чтобы оно плелось вокруг. Это куст вообще-то. Вот такой вот цветок. И директриса сказала, что будет планинг четкий. То есть, вот сегодня они могут играть в футбол. Вот, баскетбол. Да, завтра могут играть в баскетбол. Там послезавтра рисовать. После-послезавтра. И так вся неделя. Там какие-то маленькие игры, какие-то спокойные игры, рисования, там, настольные игры. Я могу сейчас убрать тебя, Владика. Нет, вот он у нас вход. Вот здесь мы будем оставлять нашего сынульку. Это красиво. Вот когда мы будем приходить сюда, мы будем вот здесь вот возле ворот его оставлять. Он будет заходить во двор. И точно так же мы будем забирать. Ворота будут открываться. Здесь есть звонок. Вот такой вот. Что ты делаешь? И вот такая вот спокойная улочка. То есть, школы, я вам уже говорила, выглядят для нас странно, потому что они одноэтажные. Но я вам могу сказать, что здесь только 10 классов в этой школе. И только два из них вторых. Ой, я вам не показала. На территории растет лимон. Где? Это прямо во дворе школы. Двор школы вот так вот огорожен. Да. И тут вот напротив частные дома. Вот такая вот у нас школа. Я со школы буду рвать лимоны. Да. Ты рады? Да. Все? Ну, слава богу. Все, в школу записались. Через два дня? Через три. В школу? Понедельник? До новых встреч. Вот мы выехали со школы. И вот оно море сразу. То есть наша школа находится прямо возле моря. Параллельная. Вот эта улица море. И параллельная ей это наша школа. Вот такое вот классное место у Темы теперь будет в школе. Нет, пока не записали. Это лицей. Вот такой вот лицей. Большой. Да, очень большой. Но здесь нету... Это лицей. Это не университет. Тоже в моем видео. Я вам оставлю ссылочку. Есть о том, что такое лицей, сколько в нем нужно учиться. И какие экзамены сдавать после лицея. Вход точно так же закрытый. А меня уже записали в школу. Да, здесь бакалавр. Я уже говорила. Я оставлю ссылку на видео. И после лицея вы имеете бакалавр. Но это не так, как в Украине или как в России. Это не степень бакалавра, как у нас после университета. Вот такие вот ворота. Здесь вы выходите, заходите. Открываются двери точно так, как в школе. В 8.30. И закрываются в 8.40. Да, Влади? Не закрываются. Вот здесь будут. Где во сколько? Ну, то есть зайти в лицей больше нельзя. Вот вы зашли и больше нельзя зайти. То есть, если вы опоздали, вам двери не откроют. Смотрите. Да, такой туннельчик. Вот такой вот лицей. Вы не можете в ту сторону. Да, в одну сторону только на выход. На вход нельзя. Большой довольно лицей. Значит, завтра мы едем в Марсель забирать документы со старого лицея. И я надеюсь, будет место в этом лицее для Владика. Так как живем мы прямо через две улицы отсюда. Через три дня я буду уже учиться в школе. А Тёма радует. В школу пошел. Увидел. Был в таком стрессе. Не хотел идти. Говорил, хочу остаться там, где я учился. А учительница увидел. Школу увидел. Хорошая учительница. Хорошая директриса. Всё, он теперь счастлив. Вон идет как по жордочке. Так, мы пришли к школе. И вот такие вот у нас здесь родители, которые ждут своих деток. Сейчас откроются ворота. Да, и они будут забирать своих детей. Как и мы. Мы купили учительницы. Вот такие вот. Лили-лили. Ой, как бы это показать. Такие вот. Сейчас, Тёмка, с утра мы не успели. Сейчас, Тёмка, после школы ей подарит. И как раз она их домой сразу заберет. Привет всем. Я вам обещала снять продолжение. Куда же мы попали в школу? Итак, школа наша находится... Сейчас я вам покажу сзади фон. Это море, как вы видите. И наша школа находится буквально в двух минутах ходьбы от моря. И это, конечно, меня очень сильно радует. Школа очень маленькая, практически частная. Единственное отличие от частной, что мы не платим за школу. Сейчас мы идем уже забирать Артёмку. Сейчас 5.30. Я пришла с работы. И он не захотел, чтобы мы его сегодня забирали в 4.30. Сказал, что он остается на пересколе, называется это. То есть группа продленного дня. И они там играют в футбол, занимаются рисованием. Ну, занимаются тем, чем хотят. И вот мы идем сейчас его забирать. Что вам показать? Конечно, не буду снимать на прямую камеру. Видите, вот там пенсионеры сидят. И вот так вот вдоль всей набережной сидят пенсионеры на лавочках на море. И отдыхают вот в обеденное время. Вот так вот они здесь проводят свое время на берегу моря. Видите? Ты доволен? Да. Мы все купили? Да, я покажу чек какой. Давай, покажи. Покажи нам чек. Вау, какой чек. От суммы? Сумма 85 евро. И сумма 85,45. Мы вас не обманули. И это еще без рюкзака. Ну, все. Спасибо, бюро Валей.